У всяких индейцев есть танцы дождя, урожая, чего бы то ни было. У всяких спортивных команд есть различные ритуалы, которые приносят им удачу. А что есть у нас, у простых геймеров, для того, чтобы получить всякие крутые штуки из корейского рандома? Меня зовут Шет, и сегодня мы с вами об этом узнаем. Итак, друзья, всем привет! И сегодня у нас будет новый проект, в котором я буду открывать любые рандомные вещи в различных играх, которых накопилось уже достаточно много. И начнем мы с вами с кейсов CSGO. Ну а чтобы было интереснее, я решил спросить именно вас у себя в группе ВКонтакте, что нужно делать для того, чтобы попались клевые вещи в CSGO. А также большое спасибо тем, кто скинули мне всякие рандомные кейсы и пушечки для CSGO, друзья. Вы не забытые, и ваши неки сейчас есть на экране. Первый совет у нас написал Савелий Кузнецов. Прочитай молитву Гейбу. О боже, Гейб наш, да прославится имя твое, дай мне твоему рабу Стима нож, чтобы покажать неверных тебе, Аминь Гейбэн. Надеюсь, это принесет мне удачи. Что ж, пойдем с вами в CSGO. Зайдем в инвентарь. Мне, кстати, прислали огромное количество всяких кейсов, но ключей, к сожалению, нет, и я пришлось покупать их самому. Но зато и куча всяких разных пушечек. Что-то из этого версия, по-моему, было, что-то не было. Ну ладно, достаточно много всего у меня сейчас есть. А давайте начнем с... Так, ключ от кейса Фальшион. Так, это кейс Фальшион, да? Окей, давайте откроем его. Используем ключ. И давай, Гейбэн, пожалуйста, принеси мне удачу. Ну, синее ОМП-45, это бунт. Не знаю, это хорошо или плохо, но, насколько я знаю, синее это самое нищебродское оружие. Окей, молитва Гейбу не очень работает. Давайте попробуем что-нибудь еще. Итак, следующий совет. Прямо вот сходу. Богдан Малыкин, помолитесь, поплютитесь через левое плечо, покрутитесь на кресле и левым мизинцем открывайте коробку. Ну ладно, давай попробуем. О, Великий Габен, дай мне, пожалуйста, нож. Так, помолились, поплютитесь через левое плечо, покрутитесь на кресле. И левым мизинцем нужно открывать коробку. Окей, это будет сложно. Вот правая рука здесь, давайте кейс Фальшион. К мизинцем левым. Давай, Фальшшот, открывайся. И да, открываем, открываем, крутись, 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 крутись. Дай мне, пожалуйста, что-нибудь не синее. Ух ты, прикольно. Я получил Галил Алр Леденец. Он опять же у нас синий, ну да хрен бы с ним. Но зато, кстати, он красивый. Блин, я никогда не открывал пушки в CSGO, вообще ни разу кейсать не открывал. Но выглядят пушки клевые. На самом деле, если бы я играл в CSGO, а может быть я буду в ней играть, то вот это я бы себе поставил такую пушечку. Клевая. Так, кстати, а что она вообще, откуда она? Немного поношенная. А первый после полевых испытаний. Окей, напишите, пожалуйста, в комментариях, что там идет по качеству. То есть сначала идет с завода, а самое последнее идет, не знаю что. Короче, напишите по порядку, по мере их прочности. Так, ладно, нужно удалбиться башкой в стол, на полном серьезе говорю. Ну, давайте попробуем, возможно, это поможет. Ну, это такой бред на самом деле, но может поможет. Так, ну давайте попробуем сейчас темный кейс открыть. Вот у нас есть темный кейс. И перед тем, как открыть кейс, давайте удалбимся. Раз, два, три. Твою мать. Блин, а это больно. Ну ладно, давайте используем ключик. Давай вот этот вот тычковый нож, открой мне, пожалуйста. Тычковый нож, Star Trek, Макс 7, яйцо кобальта, ядро кобальта. Ну ладно, ну это Star Trek, и вроде у него там вот счетчик убийств есть, и все такое, это круто. И что он там у нас, давайте осмотрим его, а нет, не осмотрим, он у нас немного поношенный тоже, немножко, самым мало поношенный. Ну ладно, пока что все эти советы не работают, потому что все выпадает синий, даже ни фиолетового ни разу не упало, ни красного, ненормально. Так, Сева Глазков написал просто взять, встать и выйти. Давайте попробуем, почему бы и нет. Так, что у нас тут есть? У нас есть еще ключ от темного кейса, есть операция прорыв, есть револьверный кейс. И что, все что ли, больше ничего нету? Ммм, да ладно, темный кейс, прорыв и револьверный кейс, лол. У меня осталось всего лишь три попытки, ну ладно, давайте проверим. Так, темный кейс, давайте открыть контейнер, темный кейс, темный кейс, энки-бэнки-евареньки, энки-бэнки-энки-пук. Давайте вот это. Так, используем ключ, просто встать и выйти. Окей. Фак оф. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут, что у нас тут? Вау, 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 фиолетовая, ребят. А это, кстати, работает, блин, просто встать и выйти, это принесло мне немножко удачи. Я получил уже не синее говно, я получил какой-то фиолетовый шмот. Это у нас снайперка, да? Это типа слона, что ли, или что, я не понимаю. Снайперская ментовка засекреченная. И она поношенная, ну немножко поношенная, но ничего поделать. Слушайте, а сколько она будет стоить на торговой площадке? Мне просто интересно, давайте попробуем. В среднем она стоит 160-150 рублей. Ну клево, я, короче, получается, отбил себе вот этот ключ. Ммм, интересно, интересно встать и выйти, работает. Надо будет обязательно потестить его еще раз. Ладно, в этом видео давайте потестим еще два варианта. О, Сергей Ковальчук написал прикольный вариант. Короче, надо позвонить Гейбу и попросить. Так, где у меня тут телефон Гейба? 8-800-555-3535. По-моему, так, да-да-да, так, звоним. Алло, Гейб? Да-да-да, да, братин, как дела? Слушай, такое дело, я сейчас видо записываю. Мне нужно, чтобы срочно мне выпал нож в кейсах. Ты сможешь мне такое организовать? Че, да, конечно, подвезу тебе курочки. Ну че, братюнь, ну... Курочка это, это святое. Окей, все, спасибо, чувак. Так, ну что ж, давайте попробуем. Вроде бы это работает. Давай-ка, Сергей Ковальчук, проверим, насколько ты прав, казался. И насколько не жмот Гейб. Так, у нас тут есть кейс прорыв. У нас от кейсов, господи, кейсов просто дохрена. А вот ключи нету, блин, мне ключи нужны. Ладно, так, давайте вот это откроем. И используем ключ. Давай, Гейб, я в тебя верю, Гейб, я в тебя верю. Я даже не смотрю, специально не смотрю. Ножик, 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 ножик. Ах ты жмот такой-то, Гейб, а. Ах ты жмот. SSG 08 Пучино. Ладненько, ладненько, Гейб, я все понял. Хрен тебе, а не курочка. Вот же засранится. Скотина. Ладно, немного поношенная синяя армейская винтовка. Блин, ну знаете, самое забавное, что вроде они выглядят, ну, как бы, они синие такие все себя. Дешевые. Но красиво выглядит, на самом деле. Вот этот поток вообще классный. Ну, конечно, она фиолетовая, но все равно клево. Так, и у нас остался последний ключ. Ключ от револьверного кейса. То есть в револьверном кейсе вроде как ножа выпасть не может. Может только револьвер какую-нибудь выпасть. Ну, нет, там не только револьвер, там еще куча других пушек. Ладно, окей. Ну что ж, давайте посмотрим, какой еще интересный вариант можно испробовать. Я обычно перед открытием морковку держу в руке и выпадают ништяки, сказал Артем Борзенков. Ну что ж, Артем Борзенков, давай попробуем. Итак, друзья, у меня есть морковочка, вот такая вот маленькая морковка. Я буду держать ее просто в руке. И давайте попробуем, может быть поможет, и я выбью что-нибудь полезное из этого револьверного кейса. Так, револьверный кейс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте вот этот кейс откроем, короче. Используем ключ, морковка в руке, морковка в руке, морковка в руке. Окей, я понял. Я все понял, алкашет. Выглядит классно. Вот реально выглядит прикольно, мне нравится. Но то, что он синий, это как бы ужасно. Но мне нравится, как они выглядят. Мне все они нравятся, как выглядят. Смотрите, вот эта вот прикольная, реально красивенькая штука. Вот этот, пучина, вообще бомба просто, офигенский слон. а вот это вот снайперка блин прикольного ритм такая вся открывающаяся ну скажите ребят ну красиво же далее стартрек на столько поколем потому что нем показать количество убийц но убийств но мне он не очень нравится по внешнему виду ну ладно а вот этот единиц это просто фантастика такой офигенный просто куме мишны почему он синий я не знаю но синий так сильно ладно мне еще куча кейс ребят которым мы не открыли ну что ж ребята у меня еще куча кейсов которые я не открыл ключей к ним нету если кто пришел ключ я буду очень благодарен в описании будет ссылочка мой на мой трейд может туда прислать кейс что угодно в общем но в следующем видео я думаю что эти пушечки мы к упустим в дело и попробую сделать на них деньги поживем увидим что же ребята вы можете писать в комментарии какие действия нужно предпринять чтобы попало что-то очень дорогое в игре либо легендарка в хардстоун либо нож в кс го а самое интересное я буду выбирать и воплощать жизнь так что братья не ставьте лайк чтобы поддержать меня а мы увидим с вами же в следующем видео подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующее видео вступаю вконтакте подписывать на twitter instagram все ссылочки есть в описании а с вами был шея друзья увидим следующих видео и всем удачи всем пока субтитры сделал DimaTorzok и